Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком. Кое-какие такие итоги безрадостные вот этого длительного нахождения на самоизоляции, на карантине, где понятно, что все это приводило и к каким-то семейным ссорам, и обостряли вот этот алкоголизм, потому что понятно, что человек замкнут в ограниченном пространстве. У нас совсем маленький процент живет в каких-то индивидуальных домах, все мы, большинство жителей живут в Литовках, в Хрущевках, понятно, что там не разгуляешься, ну и вольно-невольно рука тянется к бутылке, но вот сейчас вроде бы чуть-чуть стало посвободнее, правда, сейчас возникла другая дискуссия, вот сейчас хочу, может быть, с этого и начать. Ваше мнение, вот начались дискуссии о том, что не стоит ли ограничить торговлю алкоголем в магазинах до 20.00, ну практически как в советское время, мы помним, у нас большинство продовольственных магазинов закрывалось в 20.00. Это вообще какая-то такая, не знаю, косметическая мера, это что-то вообще изменит? Добрый день. По поводу продаж времени алкоголя, тут мир имеет огромное количество опыта и, к сожалению, статистика говорит о том, что если магазины закрывать даже на выходные, то, соответственно, продажи спиртных изделий, то, конечно, в пятницу люди будут закупаться более большими объемами. То есть, к сожалению, здесь меры должны быть совершенно другие, тут нужно работать с осознанностью населения, то есть нужно четкое понимание, почему вообще люди пьют. Это такая серьезная тема, потому что многие, которые употребляют алкоголь, они совершенно четко уверены, что это их выбор. То есть, я не видел еще людей, которые бы приходили, скажем, ко мне, которые бы говорили совершенно четко, что они понимают, из-за чего они употребляют алкоголь с точки зрения причинно-следственной связи. Считают, что да, вот так вот жизнь их скрутила, что они шли по пути на меньшего сопротивления и вот оказались в ситуации уже зависимых людей. Но понимание, почему человек начал пить, к сожалению, не так со людей распространено. А что я хочу конкретно сказать? Я хочу сказать, что было потрачено очень много усилия в рамках всего, наверное, так можно сказать, европейского человечества, для того, чтобы люди начали верить, что это их традиция, что это их норма жизни, хотя по-настоящему это совсем был не так. И даже если брать, скажем, период Петра Первого, да, мы все прекрасно помним, что после того, как он вернулся из своего путешествия по Европе, он издал указ о том, что употрение алкоголя ввести как норму, да, а потом сам начал же бороться с этим, то есть 16-килограммовые гири вешал, ну, так называемым пьяницам, да, заковывал человека, для того, чтобы люди понимали, что пить и действовать неадекватно, то это плохо, и это будет преследоваться императорским указом. Потом определенное количество времени России, ну, там были периоды, когда пила чуть больше, когда пила чуть меньше, но вот если взять 1414 год статистику, то употрение алкоголя, считали все Россию достаточно пьющей державой, но употребление алкоголя было 2,5 литра в год на душу населения чистого спирта. И сегодня эти цифры звучат достаточно смешно, но после указа ВИТО разрешением сельскими сходами закрывать питейные заведения было закрыто 98%, то есть 98% было закрыто в России питейных заведений, люди не хотели пить, и потребление алкоголя снизилось до 200-250 граммов чистого спирта на душу населения. То есть фактически оно, вот там бабушки, которые пьют на ночь корвалол или валерьянку, чтобы лучше спать, то они за год выпивают сопоставимые дозы, чтобы было понятно процентное соотношение. И это говорит о том, что самой идеи употребления алкоголя не было ни в рамках традиции, ни в рамках такой формы распространения, и возникает вопрос, а когда же это условие стало нашим, то есть когда мы стали считать, что это для нас норма. И здесь нужно отметить, что 24-й год монополизации алкогольных напитков в России, после чего, когда Сталин уже так основательно пришел к власти, ему докладывали, что убытки от потребления алкоголя превышают доходы с продаж. То есть нужно сказать, что Сталин прекрасно знал, что для государства это убыточная территория развития, но он изменяет уголовный кодекс, он делает преступление в алкогольном опьянении с мельчайшим обстоятельством, и это было изменено только в 1982 году. И в общем-то вся конструкция была на спаивании населения, в прямом смысле этого слова. И нужно сказать, что людей приводили к пониманию, что алкоголь это норма, что алкоголь это веселое времяпрепровождение. И можно вспомнить такие репризы того времени, там выпьем за Сталина, выпьем за Ленина, выпьем и снова нальем. Или одна из любимых поговорок Сталина, пей, но дело разумеет. То есть у него было четкое понимание, что люди должны пить, и тогда возникает вопрос, зачем? То есть зачем Сталину, если он понимал, что государство теряет намного больше в деньгах, зачем Сталину нужно было спаивать население? И есть на это совершенно четкий ответ в рамках такого глобального представления. Мы также помним его фразу, это нет человека, нет проблем. И она очень контрастирует с этим пониманием, потому что если, скажем, мужчина пришел домой с завода с работы, и ему дали бутылку, он куда-нибудь в сторону сел и начал разливать, то в общем-то сознания через какое-то время нет. И совершенно очевидно, мы понимаем, что это одна из форм глобальной манипуляции населением, для того, чтобы не было каких-то дополнительных осложнений. И вот мы приходим уже к середине, скажем, 80-х, если мы берем вопрос о Латвии, то Латвия уже в лидерах питания алкоголя на душу населения в СССР. Причем я могу сказать, что в период свободной Латвии у питания алкоголя было ничтожно мало, в принципе ничтожно мало. И опять же, в большей части в Латвии пили пиво. Пиво не могло находиться, ну тогда не было консервантов, концентратов, то есть это 3-5 дней и все, и оно стухло. У людей не было ни времени, ни большого желания пить, потому что нужно было работать. То есть Латвия была достаточно здорова в этом смысле, мягко сказать. То есть употребление алкоголя было очень ничтожно. И да, с приходом советской власти началась активная форма спаивания населения. И в середине 80-х мы были уже лидерами употребления алкоголя в мире. То есть в 90-м году мы поставили рекорд 20 литров на душу населения. И когда мне приходят и говорят, что это наша традиция, то, увы и ах, к сожалению, эта традиция не имеет никакого представления вообще, потому что наши деды, прадеды, у них норма жизни была совершенно иная. То есть люди совершенно в таких дозах не пили. И сегодня, да, если возвращаясь к вашему вопросу, то, к сожалению, это обоснованная правда в рамках социального одиночества. Человек старается как-то бороться со своим собственным сознанием. То есть и находит форму выхода не чтения книг, скажем, или занятия какими-то интересными делами, а выключить сознание путем алкогольной интоксикации. Да, ну вот тоже интересно, мы даже знаем, что было принято решение, которое говорит о том, что даже вот в период, когда закончился режим чрезвычайной ситуации, эпидемиологическая обстановка у нас не очень благоприятная, то, в принципе, приветствуется и даже способствует тому, чтобы государства, муниципальные структуры, работники, трудились, по возможности, удаленно. Ну, там, где это не связано, может быть, с приемом населения очным. Это значит, что когда говорили, что и частные фирмы, многие отправили сотрудников на удаленку так называемую, и многие еще оттуда не вернулись. И вот когда раньше говорили, что, не знаю, на работе что нельзя делать, в том числе, естественно, нельзя пить алкоголь, теперь, когда работа переместилась в дом, и когда сам человек себе хозяин и работает в пижаме и в тапочках, то это тоже, наверное, будет способствовать тому, что вольно-невольно рука потянется, так сказать, к алкоголю, к бару. Это очень интересный вопрос, и я о нем слышу достаточно часто. Во-первых, работа на дому создала несколько дополнительных проблем. Первое – это у человека появилось на полтора часа больше свободного времени. То есть не нужно тратить его на поездку на работу. То есть а с этим временем нужно что-то делать. Второе – это фактор переключения. Ну, согласитесь, когда есть некий эмоцион, который нужно сделать, там, собраться на работу, выйти, какая-то поездка, приход на рабочее место, это человека переключает. Когда люди сидят и работают из дома, то это переключение, оно очень затягивается. То есть нужно входить в процесс рабочий, и входить намного сложнее. Плюс какие-то домашние аспекты способны отвлекать. И уровень напряжения, и уровень отдачи, он будет совсем другой. Если вернуться к вопросу употребления алкоголя, мне так сложно это сопоставить с рабочим процессом, в принципе, но вот с точки зрения свободного времени и как фактор постоянно замкнутого пространства, то, конечно, мы опять же уходим в тот же самый вопрос – это что делать со свободным временем, что вообще делать с самим собой. То есть человек должен определить и понять, вот дана жизнь, и с ней нужно что-то делать. И работа как основная форма проживания этой жизни, то, к сожалению, не очень у многих работа отвечает критерию удовлетворенности и счастья в жизни. То есть это такой, в общем, тоже отдельная тема, но это приводит к эмоциональной оторванности, к состоянию таким депрессивным и асоциальным проявлением. – Конечно. – Да, вот все-таки на ваш взгляд, я понимаю, проводились такие исследования, вообще пить все-таки стали меньше, потому что все-таки, ну, может быть, пандемия тоже как-то людей дисциплинирует, возвращает на нашу грешную землю и понимает, что вот может не быть такой ситуации, когда за тобой бегают работодатели и уговаривают тебя прийти к ним на работу. – Я скажу так, очень разностороннее здесь понимание, и статистика, наверное, она в чем-то оторвана от реальности, но все-таки она является статистикой, поэтому ее нельзя не учитывать. А статистически мы пьем меньше, ну, совершенно однозначно, из года в год мы пьем меньше. – То есть в этом какой-то есть все-таки позитив, да? – Ну, сложно сказать, с чем это связано, почему говорю, что это вопрос другой совершенно, если вот в 93-м году мы выпили 20 литров на душу населения, это официальные цифры, которые есть, в 97-м ставили 22,7, но эти цифры пересматривались, и от них Латвия отказалась, хотя подавала такие цифры в определенный момент. – Ну, возьмем 20 литров на душу населения, то последние годы эта цифра 12, даже 10, то есть в принципе мы так очень сильно сократили употребление алкоголя, но нужно сказать, что Латвия процентов на 30 уменьшилась, при этом в большей части за счет рабочего населения, то есть именно население, которое наиболее пьющее, да, то есть взрослое население. Поэтому тут сложно сказать, но вот когда ко мне приезжают люди из Латгалии, то то, что они там рассказывают, в общем-то, часто я вижу просто слезы у людей на глазах от того, что они говорят, что дома заколочены, что в некоторых деревнях трезвого мужчину после 10 вообще найти очень непросто, что тотальное пьянство, и я это слышу не от одного человека, а вот в принципе, когда люди приезжают из Латгалии, то вот боль и ужас в судьбах людей, когда человек говорит, все, я так больше не могу, я хочу уехать вот до превьюсии и уезжаю в Европу, в всей семье. То есть вот это то, что я слышу и я понимаю, что в некоторых регионах эта ситуация является уже катастрофической, то есть вплоть до уничтожения генофонда вот целых территорий. Да, вот это в принципе понятно, что Латгалия – это проблема такая давняя, а с этим вообще как-то возможно бороться? Или это вообще просто… Бороться с чем, Абик? С Латгалией? Нет, не с Латгалией, я имею в виду вот с этим тотальным пьянством. Да, 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 я, конечно, иронизирую. Если говорить о проблеме, которая существует в Латгалии, то есть, наверное, два основных направления. Первое – должна быть рабочая программа для предоставления населению рабочих мест. То есть если рабочих мест не будет, то что бы ни делали, будет очень сложно. Второе – это все-таки я считаю, что норвежский сценарий, который сейчас есть во всей Скандинавии, он имеет совершенно фантастическую результативность, хотя речь идет о том, что были убраны из супермаркетов просто крепкие алкогольные напитки. Вот на этой, может быть, такой ноте интригующей мы чуть-чуть прервемся. Буквально пару минут. Борис Фольков, напомню, в студии. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Да, мы продолжаем. По-прежнему у нас в студии Борис Фольков. Мы говорим действительно об алкоголизме, казалось бы, вечная тема, и пытаемся найти какие-то варианты, как уменьшить вообще потребление алкоголя. Вот вы упомянули норвежский вариант, вот мы на этом остановились, на том, что из супермаркетов были убраны все крепкие напитки. Остались, я так понимаю, только не больше 3,5 градуса, да? Да, так я понимаю. Да, так и есть. Ну вот кто-то может сказать, что это, не знаю, что запретами делу не поможешь. И может быть Норвегия, у которой там, ну это такой может быть стереотип, ну по крайней мере есть нефть, нефтепродукты, и действительно это богатая страна, она может позволить себе вот какую-то значительную часть дохода, который алкоголь дает за счет акцизов и других налогов, ну вычеркнуть. Да, ну можно себе представить, что страны Восточной Европы не только потому, что есть традиция пить, да, но вообще с точки зрения даже вот фискальной политики. — Очень интересный вопрос. Дело в том, что, во-первых, точных цифр я не скажу, могу только приблизительно сказать в рамках дохода Латвии, что за 2019 год Латвия получила 242 миллиона евро, и это только чистого акциза. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что налог ПВН, он будет еще больше. То есть плюс-минус, я могу ошибаться, но это приблизительно, наверное, около миллиарда вообще с этой отрасли. — Около миллиарда. Там же плюс еще сама отрасль, рабочие места и так далее. — Все верно, да. То есть если мы говорим о том, что бюджет государства там 9 с копейками миллиардов, да, то, соответственно, это приблизительно 10% бюджета вообще. И для Латвии это сумасшедшие цифры. Но если вернуться к отчету, который был еще в период Советского Союза, где совершенно было известно, что в длинную, то есть не в рамках одного года, да, а в длинную убытки у государства превышают прибыли, потому что это излишняя, избыточная смертность, это преступность, это инвалидность, да. Более того, я скажу, что я нахожусь в этом аспекте в легком недоумении, потому что есть исследование, что девушкам пить, пока они не родили, категорически нельзя вообще, в принципе. Потому что, скажем, девушка могла выпить очень много, там, свои 20 лет, да, на какой-нибудь тусовке, и потом 10 лет не пить. Но мы знаем, что яйцеклетки не репродуцируются, да, то есть их определенное количество с момента рождения. Но токсикоз мог быть настолько высок, что могла быть, ну, вот, процесса разрушения. То есть фактически это вопрос генетического материала и достояния всей страны. И, ну, у меня, конечно, возникает такой неподдельный вопрос, ну, как же так? Мы, с одной стороны, боремся за выживание государства, и, с другой стороны, совершенно не обращаем внимания на те вопиющие факты уничтожения самих себя. И вообще, если говорить так уже глобально, перейти на мое, скажем, понимание алкоголя на сегодняшний день, то, с моей точки зрения, это не пищевой продукт вообще. И по всей его, по всем его свойствам, это наркотический продукт, он является наркотиком класса А. И хороший вопрос, почему его, в принципе, продают в магазине. Но если говорить о Норвегии и о запретах, Норвегия не запретила продажу, что самое интересное. Она просто вывела его из супермаркетов. То есть, для людей он перестал быть доступен на расстоянии вытянутой руки, что привело к совершенно фантастическим формам изменения количества потребления алкоголя. И, конечно, это убытки супермаркетов, бесспорно. Конечно, это недостача акциза и дохода для государства. Я не говорю о том, что для Латвии это та вещь, которую нужно необдуманно делать, потому что, да, 10% бюджета – это достаточно много. Но с точки зрения самой программы понимания, что жизнь людей намного важнее, и, наверное, самое ценное, что в государстве есть это люди, то реализация подобной или конкретной схемы, ну, мы обречены, просто по-другому мы не сможем нормально существовать при такой форме алкоголизации населения и генетической деградации в том числе. Да, вот еще такой вопрос, который, ну, как бы невозможно не задать, ведь это вот то, что мы говорили с самого начала, об ограничении времени работы магазинов, ну, не на магазинов, а продаже алкоголя. Вот у нас в понедельник, по-моему, был представитель вот этой ассоциации алкогольной, и он сказал, что, ну, нравится или нет, но магазины, понятно, что это коммерческие предприятия, они смотрят, что им выгодно. И мы знаем, что когда продажа алкоголя ограничена до 22 часов, исчезли круглосуточные магазины, ну, как класс. Да, кто-то может сказать, что меня это не интересует, я там ночью не иду хлеб с молоком покупать, но, в принципе, для многих это было удобно. Люди работают посменно, жизнь такая, кто-то выяснил, что ему срочно нужны продукты в 23 часа, или у него ночная работа, он заехал, купил продукты поесть, но это другой вопрос. Это, как бы, комфорт людей, да, вот магазины стали работать до 22, и, в принципе, есть такая опасность, особенно это, может быть, касается этих районных магазинов небольших, которые тоже борются за выживание в жесткой конкуренции с этими большими торговыми центрами, что если продажа алкоголя ограничен до 8, то у нас будет, как в советское время, магазины работать в основном до 8. Не знаю, если до 7, все привязано к алкоголю, потому что очевидно, что все-таки это дает хороший оборот владельцам торговых сетей. Да, я опять вернусь к планированию. У меня нет цифр, я не знаю. Я понимаю, что, в принципе, страна находится в очень сложной экономической ситуации, и, ну, это понимая не только я, это понимают все. Нам совершенно непонятно, что будет сейчас происходить в рамках дотации государства, и как мы будем жить дальше. Вопросов очень много с падением оборота, как портов, железной дороги, и, в общем-то, ну, можно здесь перечислять очень много проблем. И думаю, что какие-то кардинальные решения, они все-таки должны быть обдуманы в текущей ситуации. Если перевести все в другую фазу, то сколько предприятий прекратить существование, и как помочь этому бизнесу. И, в общем-то, наверное, на сегодня нужно говорить, что должно быть точное понимание, какой шаг приведет к каким результатам. Но то, что людей нужно спасать, то, что нужно бороться за все-таки здоровье, как основополагающий ресурс государства, ну, это неотъемлемая часть. То есть не все можно измерить деньгами. Но, с другой стороны, без денег, если человеку нечего есть, то, опять же, так же, как с Латгалией, понятно, что территория начнет вымирать. Рига — это очень активный социальный центр, можно сказать так. Дай бог, чтобы он не был угасающий. Но если мы посмотрим, скажем, на время 10-20 лет, то алкоголизация населения может точно так же формировать проблемы при недееспособности населения. То есть если раньше алкоголизм, скажем, как проблема, это было 35-45 лет, то, к сожалению, сейчас возраст начинает молодеть. Дозы начинают увеличиваться. То есть сегодняшняя норма потребления алкоголя, она существенно превышает то, что было, скажем, 50 лет тому назад. И точно так же наркотики так же наступают на пятки. То есть это тоже проблема. Да, вот все-таки понятно, что такой, может быть, вопрос перед тем, как перейдем к лечению, если так, этого недуга. Все-таки, если мы говорим о государственной политике, ведь мы понимаем, что кроме акциза, о котором мы говорили, есть еще такой политический процесс. Мы помним хорошо, когда правительство, это было осенью, запуталось во всех своих ограничениях. Часть из них запрет этой уже знаменитой продажи носков, трусов, батареек. В общем, совершенно было лишено всякой логики. И даже в какой-то момент была запрещена продажа алкоголя. Это, правда, было очень недолго, буквально менее недели. И потом власти спохватились и сказали, ну, вот это что-то мы-то погорячились. Вряд ли запрет продажи алкоголя поможет бороться с пандемией. Можно подумать, что запрет продажи носков поможет бороться с пандемией. Но не в этом дело. Мы же все прекрасно понимаем, чего испугались политики. То есть политики поняли, что если еще ограничения на продажу тех или иных товаров народ может стерпеть, то вот сухой закон, такой невольный, вызовет такую реакцию населения, что мало не покажется. И это, может быть, тоже одна из причин, почему, кроме всего акциза, алкоголь – это последнее, что вообще будут, не знаю, дальнейшим образом ограничивать или пытаться еще искусственно очень поднять цену на спиртные напитки. Если речь идет о народе, я был бы очень рад, в принципе. Но, к сожалению, я думаю, что 10% бюджета – это были более страшные цифры для нашей страны. То есть понимание, что… – Даже не народы испугались, да? – Да, я думаю, ну серьезно, 10% – это катастрофические составляющие. И на что жить, как, за счет чего платить пенсии, как вообще формировать обслуживание того же медперсонала, необходимой затратной части. То есть финансовая составляющая этого процесса, она колоссальная. И мне здесь очень сложно ее недооценить. То есть все-таки это деньги – это фундамент государства для его управления. Это извечен вопрос, кто виноват и что делать, да? – Я думаю, что, еще возвращаясь к этому процессу, что, наверное, крайне важно понимать, где бы мы хотели быть через 10 лет. То есть куда бы мы хотели прийти. Латгалия показывает, что без рабочих мест народ будет спиваться, потому что сейчас это вошло уже в сознание людей. С другой стороны, не поменяв сознание, люди не перестанут спиваться. То есть нужна программа для объяснения, что алкоголь – это не пищевой продукт. Кстати говоря, пищевой ценности в алкоголе ноль, за исключением живого пива. Там есть хоть какая-то пищевая составляющая в концентрированном пиве, в порошковом пиве, там совсем, опять же, другие вещи. То есть это очень большой вопрос, что делать на государственном уровне с развитием. Вот куда мы хотим прийти, скажем, через 10 лет? Да, это тот вопрос, который нужно решать. Да, вот, может быть, если мы говорим, понятно, что это, наверное, проблема такая комплексная, в какой-то степени трудно разрешимая, дискуссия об этом периодически возникает, но, как мы понимаем, все равно все склоняется к тому, что ничего не меняется. Даже была сейчас попытка, многие обвинили этих политиков в популизме, чтобы там указывали энергетическую ценность этого алкоголя и так далее. Можно подумать, что для тех, кто регулярно потребляет, они уж очень подробно изучают этикетки. Но это как бы тоже такая, мне кажется, косметическая процедура, но это, может быть, наверное, тема отдельного разговора. Вот что касается того, вот с чем вы сталкиваетесь, когда человек, ну или его семья, все-таки вместе они понимают, что так дальше жить нельзя, понятно, что там рушатся семьи, теряется работа, значит, страдает уровень жизни, благосостояние, здоровье, и вот они приходят к осознанию тому, что, ну, надо все-таки лечиться. Насколько этот процесс вообще как бы длительный, долгий? Сейчас к этому вернемся. Я хочу по поводу энергетической ценности сказать, потому что есть информационная составляющая, которая, мне кажется, для радиослушателей могла бы быть очень полезна. Дело в том, что мы слышим в рамках сегодняшнего отношения государства к алкоголю. То есть на рекламах пишут, чрезмерное употрение алкогольных напитков вредит вашему здоровью. Вот, к сожалению, сказать, что это неправда, это сказать, ну, это значит ничего не сказать. Потому что, во-первых, уже 300 с лишним лет тому назад известная составляющая 8 граммов чистого спирта на килограмм массы тела – это смертельная доза. И говорить о том, что чрезмерное употребление вредят вашему здоровью, ну, согласитесь, это вообще ни о чем. Вот формулировка, скажем, госстандарта от 1972 года пищевой продукции, справочника, да, там указывалось, что незначительные дозы алкоголя приводят к параличу нервной системы и остановке сердца. Ну, согласитесь, это как-то сильно не соответствует с определением, которое идет на рекламе. То есть алкоголь – это яд, это очень концентрированный и очень опасный. И дозы смертельные, они, к сожалению, если человек выпивает, скажем, единоразово от полулитра до литра, они приводят к смерти. И истории, когда я слышал, что человек наспор выпивал там бутылку водки, там 0,5 или 0,7 в юности, где вес, скажем, был 60-70 килограммов, заканчивалось летальным исходом, я таких историй знаю очень много. Почему они происходят? Просто потому, что люди не знают, чем для них это закончится. И информированность именно государства, информированность о опасности данного продукта, мне кажется, первоочередная задача, потому что говорить о том, что чрезмерное употребление вредит вашему здоровью, ну, давайте будем честны, чрезмерное употребление воды вредит тоже здоровью. То есть любая форма чрезмерности вредит здоровью. И, конечно, у меня вопрос, как же так, если мы говорим о столь тяжелом ядохимикате, то есть продукте, который содержит альцельдегиды, тяжелейшие яды, и мы говорим о том, что это какие-то незначительные формы, которые могут повредить здоровье. Вот часто привожу пример. Если человек приходит в магазин химтоваров и покупает бутылку ацетона, то там написано категорически не принимать внутрь опасно для жизни. Ну, там же не написано опасно для жизни 50 граммов, а 15 капель – это ничего страшного. Ну, согласитесь, да? А в этом случае мы видим совершенную подмену, то есть подмену на уровне информационного составляющей. Люди не знают, где смертельная доза, и все понимают, ну, да, много пить плохо, а что значит много. И вот эти вещи, они крайне важны для информированности населения вообще. Да. Вот что все-таки говоря еще о самом процессе лечения, можно ли сказать, что в большинстве случаев, конечно, исходя из вашего опыта, все-таки люди сами понимают, что дальше так нельзя, или вы все чаще сталкиваетесь с тем, что вроде бы он и сам не знает, как, но вот семья требует, вот лечись, дорогой, да, и вот он приходит лечиться. Или дорогая. Абик, я в этой области работаю больше 30 лет. Да. И то, что я видел за этот период времени, конечно, можно рассказывать часами. Можно и мемуары писать, да? Да, можно излагать и излагать. Но я могу сказать так, этап процесса лечения я бы разделил на несколько составляющих. Первый этап – это осознание человека. То есть даже если, скажем, в семье ставится вопрос о разводе, и человек держится за отношения и хотел бы, чтобы семья сохранилась, человек идет на лечение, не желая того, да, то есть он не хочет бросать пить, но вот понимает, что семья иначе распадется, это уже хорошее начало. То есть и с таким человеком можно говорить, можно выдвигать какие-то концепции, может произойти осознание даже в рамках того, что он не хочет бросать пить, да. Но мотивированность хоть какая-то, она может сделать некий первый шаг. Что делать людям, имеющие проблему в семье, то есть нередко жены приходят и спрашивают, вот у меня муж, он пьет, он не хочет бросать пить, и что делать с ним? Да, и тут это уже целый ряд рекомендаций для жен, это длительный процесс приведения осознанности человека к принятию проблемы. И это уже конструкция, которая необходима вот в конкретных случаях передавать и, скажем, женщину обучать, как взаимодействовать с таким мужем. Дальше, если говорить о самом лечении, то, ну, во-первых, процесс лечения их достаточно много, то есть они разные, начиная от психотерапии, заканчивая там всякими разными вливаниями, вшиваниями. Если говорить о моем процессе, то это при определенном воздержании от алкоголя, это занимает один день. Но, опять же, я не хотел бы сейчас сконцентрироваться на тех процессах, которые делаю я. Я хочу сказать, что вообще путь человека к реализации борьбы за свою жизнь, то есть за трезвость, во многом нужно найти врача, который бы этот путь вместе с больным прошел. И что это будет за врач, это уже не так важно. Главное, чтобы пациент готов был со врачом этот путь пройти за одно посещение, за сто посещений. Я сейчас не о эффективности, я не о времени, а вообще о подходе. То есть человек должен понять, что ему нужен специалист, который ему в этом поможет, и он захочет именно получить помощь от этого врача. Потому что все проблемы, если вдруг что-то идет не так, они должны решать вместе. Вот это, наверное, основное. Да, ну что ж, это, наверное, такая важная тема, решать вместе. Будем надеяться, что люди, которые действительно осознали, что они уже перешли какую-то грань, и обратного возврата нет. И чем раньше, я так понимаю, они это осознают, тем лучше будет эффект лечения. Легче, да, конечно. Брис Фольков у нас был в прямом эфире. Большое спасибо. Спасибо вам. Вы слушаете радио Болтком.